Включаю. Да. Володя, дорогой, приветствую тебя сердечно. Да, и я поставил картину, которая называется «И участник события, и его свидетель». Это о том, что может быть какое-то состояние, когда ты одновременно в событии, и когда как бы отрешенный смотришь со стороны. И в прошлый раз ты сказал об этом. Ты сказал об удивительной точке, когда ты одновременно наблюдатель. Ну, там имеется в виду философский. И очень многих наших зрителей школы заинтересовали твои высказывания, и они мне говорят, там пишут в комментах, что вы не дали человеку сказать. Что вы не даете. Да, 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 да. Я поэтому сегодня буду молчать, а ты сегодня говори. Нет, понимаешь, в чем дело. Я испытываю затруднения, потому что от печки я могу, я немножко сегодня признаюсь, не совсем в форме, но не в этом дело. Дело в том, что мне нужна, значит, откуда точка входа в мои рассуждения, значит, чтобы быть понятным. Значит, я, как ты знаешь, занимался много и долгие годы, и продолжаю, собственно говоря, заниматься тем, что называется синергетикой. Синергетика – это междисциплинарное направление, которое связано, значит, в цели, в фокусе внимания которого находятся процессы саморегуляции, вот твоя самоуправление, селф, с приставкой само, 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 само. Вот. Само. Да, значит, ну, вот последние вот годы я, значит, сейчас занимаюсь, это, собственно, продолжение синергетикой, да, кстати, ну, я буду много говорить, но говорите меня, если я буду уходить, я, значит, к наблюдателю сложности, вот, о котором я приду, но мне хочется, тем не менее, вот для себя сейчас себя немножко разогреть. Значит, суть вот, суть в том, что, значит, как сам ты понимаешь, мы живем в сложное время, это вот не метафт, сложное время, значит, время, значит, время на перепуте, в точке бифуркации, эпоха макрозвига, всякие-всякие сейчас слова говорят, переходные, значит, вот, старые, что-то завершается, и начинается что-то новое, но мы находимся, грубо говоря… Извини, пожалуйста, как раз Роман Газенко звонит мне сейчас. Роман, если не срочно, через 15-20 минут, я сейчас как раз с Оршиновым, с нашим философом запись сделаю, а если срочно, скажи, скажи сразу, если срочно. Нет. Нет, да? Есть четкая психо-минфестическая распаковка ответа на вопрос, который ты вчера задавал. Отлично, отлично, тогда через полчаса мы поговорим. Спасибо тебе, Роман, обнимаю. От Оршинову привет от Романа. Ему тоже, да, да, да. Привет тоже, да. Я уже посмотрел. Хорошо, что мы все дружим, и Николай Сорокин тоже ждет, когда мы здесь. Вы понимаете, в чем дело. Ну, это вот такая мешанина с философом. Я не знаю, как твоя аудитория… Значит, тут я вынужден, не вынужден, все-таки, я, так сказать, хотя изначально физикой, физикой кончал и так далее, но уже вот 50 лет я как философ. Доктор наук философских. Да, да, да. Помнил научный сотрудник Института философии РАН. Да. Так вот, значит, я начну посередине. Значит, что такое философия сложностности? Вот так я скажу, значит, и на чем она фокусируется, значит. Для меня будет, для дальнейшей, значит, я ввожу понятие, это, ну, мое, так сказать, ноу-хау, понятие наблюдатель сложностности. Сложно, почему, значит, объясню вот это, значит, почему не сложность, а сложностность, я говорю. Значит, дело в том, что, значит, термин этот пришел, значит, на Западе, вот еще и когда, там вот Эдгар Морен, есть и прочие философы, значит, там в английском языке это complexity, комплексы, значит. И у нас русские переводчики, вот там, те, которые переводили, значит, Лумана, переводили Морена, они, значит, сложность переводили, английский комплексы переводили, как комплексы. Ну, понимаешь, вот, значит, это не совсем то, значит, вот почему сложность, ну, сложность, потому что сложность это очень тонкое, значит, достаточно тонкое понятие, да, сложность не является, сложность находится, сейчас вот как бы эту интуицию мне передавать. Сложность это, значит, это некоторое переживание, это некоторое ощущение, ощущение сложности мира, ощущение сложности, значит, акцент на сложности предполагает вот это введение, то, что я говорю, фигура, значит, этого самого действующего агента, то, что я называю наблюдатель сложности. Значит, чтобы для слушателей было понятно, значит, здесь, что такое наблюдатель, наблюдатель, значит, это не созерцатель, это активно действующий агент, это, значит, некоторая действующая субстанция. И что самое, значит, наблюдатель играет огромную роль в квантовой механике, вот, если как физик бывший, значит, значит, и здесь много таких философских сюжетов, что наблюдение порождает, то есть наблюдатель, он, грубо говоря, наблюдая, он порождает свою вселенную. Вот я, значит, здесь хочу, значит, здесь тонкий философский сюжет, то есть наблюдатель творит вот эту вселенную, но он ее творит в контакте с окружающим миром. То есть здесь идея творения, идея творения, она, значит, идея конструирования очень тесно в этом заложена. Значит, для того, чтобы здесь было бы лучше понятно, значит, что такое наблюдатель, еще раз, это был такой, значит, недавно скончался, 94-е годы ему, Спенсер Браун, английский математик, значит, ученик Берцера Рассела, который написал в 69-м году книжечку такую маленькую, называется, значит, законы формы, значит, и у нее там главный максимум, чтобы наблюдать, надо провести различия, вдумайтесь, то есть нужно, чтобы наблюдать, надо провести развлечение, причем вот это, в этом, он придумал такой значок семиотический, вот такой уголочек, вот такая кочерга, значит, которая, значит, вот как только, значит, система, я провожу различия, я совершаю, вдумайся в это, значит, я совершаю осознанные действия развлечения, вот это, это, это идиомоторные действия, это, то есть развлечения, и я, значит, ну, у меня есть первичная интуиция развлечения, это вот мое тело, то, что за моей кожей, моей, значит, и то, что вне меня, это вот такая первичная, это развлечение внешнего, внутреннего, значит, но он обобщил это, что здесь чрезвычайно важно иметь в виду для всех этих сюжетов, значит, я вот бьюсь для мышления в сложности, или мышления вместе, вместе со сложностностью, что очень важный момент, что когда я, вот это различание, значит, в этом различании появляется знак, появляется, значит, появляется наблюдатель, этот наблюдатель не обязательно, этот наблюдатель может быть, так сказать, и один электрон наблюдает другой электрон, я сейчас, значит, немножко хочу сказать, наблюдатель это чрезвычайно тонкое понятие, Но что здесь важно? Важно, что, проводя различия, мы не отбрасываем, мы фокусируем внимание на одной стороне различенного, но мы должны удерживать как фон. Вот это вот, ты как гештальт в психологии прекрасно знаешь, то есть мы должны мыслить одновременно о фигуре вместе с фоном. То есть мы различаем, то есть вот знаешь, как молодая женщина-старуха, значит, и вот этот гештальт переключения, вот эта фигура, где фигура фон меняется местами. Вот для сложного мышления это самая тонкая вещь. Удержание, то есть мы должны научиться мыслить, удерживать вместе. Значит, я, то есть, мышление... Можно я один вопрос, походу, задам? Да, давай, 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 а то я тут буду революкацией тоже возникать, чтобы сразу понять. Что ты имеешь в виду под наблюдателем чего? Например, человек, который созерцает звезды или смотрит на картину, которая висит на стенке. Ты какого наблюдателя имеешь в виду? Или ты имеешь в виду наблюдателя в принципе? Например, сейчас модно говорить о том, что мы, когда смотрим на какие-то явления, мы уже их меняем. Ты имеешь в виду физические явления или какие явления? То есть, можно ли я сижу, смотрю, как кипит чайника, смотрю на пар из его носика, и уже от того, что я на него смотрю, и о чем-то думаю, уже этот пар меняется? Или ты другое имеешь в виду? Хорошо. Это тонкий вопрос. Слушай, я постараюсь на него ответить, но не в лоб, не прямо. Значит, смотри. Я, значит, для того, чтобы его видеть, я должен... Я вижу, для того, чтобы видеть, я должен соприкоснуться. То есть, здесь видение для меня это еще и тактильное. То есть, я ощупываю глазом, я ощупываю своими пальцами. Весь все мое тело, в конце концов, входит в контакт с окружением. Я вот здесь, значит, здесь сейчас я тебе... Я не ухожу от твоего ответа. Вопрос у тебя был чрезвычайно глубокий и сложный. И, значит, я не хочу, так сказать, быть мистиком. Вот что я смотрю и я творю реальность. И я меняю, так сказать, вот, значит... Речь идет о... Речь здесь в другом. Речь, значит, когда... Смотри, что получается. Я должен мыслить, мы мыслить вместе, так сказать, вот, с системой и окружающей средой. То есть, вот, я, я, вот, то, что внутри меня, да, это еще не все я. Еще есть то окружение, мой умфельд, моя окружающая среда обитания. Вот, ты являешься частью. То есть, я соприкасаюсь с тобой. Я, значит, вот, смотри. Я, значит, я... Сейчас грубо на ходу я импровизирую. Пример приведу. Я наблюдаю тебя. Я создаю тебя в себе. У тебя есть хороший образ, что мы не живем в головах друг друга, да? Но, тем не менее, я, когда рассуждаю, вот, я, когда сейчас говорю, значит, для того, чтобы мне, значит, быть, я должен определенным образом, значит, сознавать, что я не сам с собой говорю, а я говорю с тобой, поэтому я должен различать тебя и себя. То есть, вот, вот это вот, повторяю, различание, это фундаментальная, значит, вещь. Вот, и это различание, значит, еще раз, вот, твои повторяющиеся движения, значит, здесь, значит, это различание, это рекурсивный процесс, это движение туда-сюда, понимаешь? Это вот движение, это движение, это прикосновение, это... То есть, я, как бы, настраиваюсь, вот, я сфокусируюсь, я сейчас вижу тебя, дорогой мой Хасай, потом я, значит, пытаюсь обратиться к себе, я думаю, что я смотрю на твое выражение лица, я, значит, я пытаюсь добиться коммуникативного контакта с тобой, я с тобой контактирую, и каждый раз вот в этом контакте, в этом... То есть, в принципе, понимаешь, вот, я вот впервые так импровизирую, но мне с тобой легко почему-то, вот, я смотрю на твое, значит, значит, делаю, что получается. Смотри, что, значит, получается вот все. Значит, я хочу установить с тобой состояние рапорта, состояние доверия, состояние контакта, состояние, значит, вот этого контакта. Я пробую, я, значит, совершаю какие-то движения, я, значит, улыбаюсь, я приказываю, я, значит, и в то же время я опасаюсь, я опасаюсь быть непонятым. Я, значит, то есть, это, значит, по-научному, в кибернетике второго порядка, это называется процесс самореференции и нореференции. То есть, я рефлексирую, понимаешь, я должен быть в состоянии наблюдать самого себя, наблюдающего тебя. И причем наблюдать, или наблюдать себя, значит, повторяю, вот с этим спец, с этим различанием, это очень важно, вот это удержание границы. Граница, она все время пересекается, эта граница существует, значит, она все время пересекается, и на ней, вот когда говорят размывание границ, там границы, значит, исчезают и так далее, и так далее, нет, граница должна сохраняться, потому что граница – это метка, это память, это знак. И знаки, и поэтому вот когда тут людей заинтриговало, я очень рад, что это заинтриговало, как раз вот этот наблюдатель, это из квантовой механики Уиллера, что есть там двойной наблюдатель, трансграничный наблюдатель, он как бы находится, он участвует, он и внутри, и вовне, он между. Вот повторяю, вот эту идею, многих раздражать, вот вы, значит, ты мыслишь как бы между, это философия in between называется. Я хочу уточнить, я думаю, что и у некоторых людей тоже возникает вопрос, потому что в последнее время очень часто говорят о том, что человек, который о чем-то думает, наблюдая за объективной реальностью, вот облака плывут, например, и вот он думает об этом, что он уже наблюдая облака, уже влияет на облака. Но мне кажется, это не так. Он не может влиять на облака, потому что есть объективный мир, а есть его субъективные переживания. Это две различные реальности. Другое дело, когда человек сопереживает, например, картину сопереживает, если на него повесить датчики по всему телу, начиная с головы до пяток, то мы можем определить, что когда он сканирует зрением картину, у него одни группы мышц начинают напрягаться, другие расслабляться, и эта картина у него проецируется внутри, вот он как бы сопереживает то, что он видит. Потому что так же это происходит, когда он смотрит на человека, с ним разговаривает невольно. Он сопереживает состояние собеседника в себе, как ты говоришь. Он находится между-между. Он его сопереживает за счет того, что он подражает невольно его дыханию, его положению рук, его жестикуляции. Невольно на рефлексе подражения он его сопереживает. Таким образом, самый старинный рефлекс подражательный помогает человеку во взаимопонимании. Он его сопереживает и поэтому его понимает. Ну да, это эмпатия или там зеркальные нейроны и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, здесь очень важный момент по поводу твоего проекта «Человека будущего» как раз. Здесь очень важно. Вот я сейчас занимаюсь, я немножко перескочу. Ну, моя задача, я разговариваю на кромке порядок хаоса. Создаю хаос. Давай, давай, давай. Так что, значит, ну, или как эриксонский мягкий гипноз, состояние замерзания. Можно видеть в этом недостаток, но я не манипулирую. Я не манипулирую. Сразу скажу. У меня сейчас вот тут был семинар как раз до этого. Так вот, понимаешь, здесь очень важный момент. Ты говоришь, вот это контакт с природой. Вот это вот то, что от Пригожина. То есть, вот эта идея контакта, значит, мы контактируем с иным. Вот ты говоришь, что там есть объективность. Вот ты слово сказал, объективная реальность. Я тебе как скажу. Значит, объективной реальности нет. Есть действительность. Она не оформлена. Объект возникает только тогда, когда вместе с субъектом. То есть, понимаешь, вот этой объективной реальности, о которой нам все толпили, вот есть объективная реальность, которая независимо от нас существует и так далее. Вне нас существует некоторый поток, с которым мы взаимодействуем. Мы входим в этот поток, мы с ним контактируем. Это поток неравновесный. И в результате этого контакта причем это психотелесно-соматический контакт. Вот здесь с твоей телесностью это очень важно сопрягается для меня, потому что наше тело – это кибернетическая машина. Мы созданы не из электронов, из света и так далее. Мы созданы из обратных связей. Да-да-да. Именно так. Именно так. И эти обратные связи каким-то образом запомнены. И когда мое тело, условно говоря, моя телесность соприкасается со всей Вселенной, с природой, то в моем теле возникают, так сказать, вот какие-то, так сказать, эти самые образы, переживания и так далее. Я позволь, Володенька, это перебью вопрос. Дело в том, что очень многие люди по невидению или по большому романтизму начинают невольно спекулировать и говорить, я разгоняю взглядом облака. Ну, это же, ну, извини меня, но это же большая почва для спекуляций. Вот это вот неопределенность понятий, почему мы с тобой сейчас это рассматриваем. Наблюдатель и реальность. Или действительность. Ну, это понятно. Я вижу вещи так в зависимости от того, в каком я сейчас состоянии. Или в розовых очках эйфории, или в депрессивных очках черных. Но я должен видеть вещи без очков. Это первое. Второе. Когда я смотрю на стенку, например, она от этого не меняется. И от этого, условно говоря, ни холодно, ни жарко. Что я о ней думаю? Об этой стенке. Вот здесь тонкая грань. Потому что некоторые люди, которые упоминаются там слова квантовая механика, электроника, взаимодействие полей, они на этом невольно спекулируют. Они начинают думать, что они, как боги, могут влиять на людей. Ну, да, да, да. Конечно, я согласен. Ну, это будет, конечно. Нет, это мы оставляем в стороне. Много растаивают сами по себе, а человек, о, видишь, я смотрел, и облако растянулось. Оно же не стоит на месте, оно же не механизм. Другое дело, что я смотрю на облако и вижу, понимаешь, вот люди смотрели на звезды. Смотри, как. Значит, видели там, значит, большая медведица, малая медведица. Люди видели в звездном мире. Значит, и это звездное небо над людьми, сколько людей существовали, а это звездное небо, но видели в этом, в этом звездном мире люди разное. Это не значит, что люди создали. Ну, какой-нибудь там, так сказать, во время римской эпохи или так далее, человек, или араб, который смотрел на мир и видел там альфа-центавра, он, значит, видел там змееносец, он видел там скопление, значит, звезд, и видел какие-то фигуры. Он видел фигуры. Не просто звезды. А теперь, сейчас, значит, мы видим там где-то черные дыры с помощью этих, так сказать, значит ли, что это мы эти черные дыры создали. Мы их открыли, сконструировали. Здесь очень важный момент, понимаешь, и в чем дело. Ты, значит, блестящий оппонент, конечно. Значит, вот в смысле в этом. Вот смотри. Значит, сложность, дело в том, что мы живем в переменной среде. То есть вопрос контакта, значит, то есть здесь это еще старая диаматская идея, что вообще сама природа, она живая. Нет, даже нет и живой, и неживой природы. Вся природа, мы творим, сотворена, человек есть продукт творчества природы, условно. Ну, в общем так. И теперь, значит, вот на нашем этапе собственного развития, когда мы говорим, что мы должны управлять, значит, направлять, управлять свою собственную эволюцию, то мы должны коэволюционировать вместе с природой. То есть мы должны войти в резонанс с природой, но не дано, просто на этом этапе. И для этого, для того, чтобы войти в резонанс с природой, нужно вот это, вот это то, что сейчас, значит, называется, ну, вот передо мной книжка такая, сейчас я, сейчас я вам покажу, значит, я сейчас фон, вот, ближе, ближе к камере, пожалуйста. Да, прочитай, что там написано, я не слышал. Там написано, значит, философия постгуманизма. Ну, я к чему говорю, что сейчас идет активная, значит, вот то, что твой проект, как раз, он резонирует вот с этими трендами, значит, осмысление, что есть человек вот в этой, вот на этой точке пересечения, в этой бифуркации, что есть человеческое. Ясно, что когда мне говорят, что меня могут оцифровать и пересадить мое сознание вне тела, значит, на компьютерный диск и так далее, и так далее, или, значит, меня могут там модифицировать и так далее, и так далее, то это все производит смятение, значит. Ну, конечно, я тебе потом про желание скажу, чем же все-таки человек отличается от любой машины, потому что, сколько бы они не создавали эту машину, какую бы она ни была сама себя обучающая, она никогда не делает открытие. она не может делать открытие, потому что, я потом объясню, почему, по моему взгляду, да. Я тебе, я тебе, я тебе хочу сказать, что вот, вот создается эта техне, есть, значит, вот, дело в том, что, ну, как тебе сказать, делает открытие, я тебе просто, простой пример приведу, значит, обезьяна, вот, знаешь это, значит, вот гештальт, эти эксперименты, когда там обезьянина достать, значит, там, и она пользуется, там, тростью или чем-то, то есть, понимаешь, чем дело, дело в том, что вот эти все техники, технологии и так далее, это инструменты. Да. Вот. И, значит, они усиливают, конечно, конечно, значит, машина не может сделать открытие, но мы можем вместе с ней сделать открытие. Это другое дело, да. Да, да, то есть, это инструмент, который усиливает, вопрос, вот, вот здесь вопрос как раз состоит в том, какие человеческие качества это усиливает. Вот сейчас идет, идет война, да, ну, не буду я на этот сюжет, конечно, болезненный и так далее, и так далее, вот, значит, там беспилотники, лета, оружие, то есть, искусственный интеллект на поле боя. Да, вот, да, 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 все это используется, значит, уже там, когда говорят, значит, смотри, говорят, что искусственный интеллект вытеснит людей, значит, и т.д., и т.д., неоднозначно, я просто вернусь к наблюдателю сложности своего позволения. Наблюдатель сложности, это, значит, который находится на границе, он, он одновременно, это, так сказать, персонаж, который пытается заглянуть в будущее, он выдвигает гипотезы, он пробует, он творит, он, вообще говоря, значит, состоит из положительных и отрицательных обратных связей, то есть он, в принципе, создает, значит, вот, попирсует абдукции, так сказать, то есть он, он мыслит, он воображает, он этот, он воображает, часть его воображала, так сказать, оказывается неудачными, оказывается, так сказать, ошибочными, оказывается, вот, но какая-то часть, то есть человек по природе своей любопытной, креативной, творческой, и вот это его начало. Вот, 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 именно ты коснулся главного, да. Да, 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 это, так сказать, вот таким нас создала, можно говорить, таким нас создала природа, такими мы создаем, значит, но теперь вот это качество, и, значит, каким-то образом здесь необходимо преодолеть то, что называется, вот это, вот ты вот в диалоге с этим самым, с Николаем, Сорокином, да, 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 спрашиваешь, ну, почему же люди воюют, почему вот люди воюют, да, вот агрессия откуда, значит, он как-то, как будто не видит этого вопроса, вот это же, ну, как воюют и воюют, воюют и воюют, значит, понятно. Я скажу, я скажу потом, мы вот, мы же еще встретимся в следующий раз, да, Володя? Да, 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 мы же нашего зрителя не отпустим, пока мы не объясним, что мы хотим, о чем мы говорим, потому что мы вместе идем к истине, мы вместе пытаемся понять. Ашинов, конечно, более опытный, почему? Потому что он именно этим занимается множество лет и откопал уже там зерна истины большие. Я хочу еще вот что сказать, в чем большое преимущество Ашинова. он не зря главный научный сотрудник Института философии РАД. Он не зря доктор наук и не зря он этим занимается, потому что он сам по себе одновременно участник события и его свидетель. То есть он уравновешенный человек, он светлый человек. Вот вы обратите внимание, он ни разу не раздражился, когда его перебил. Да, 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 вот хотя я ему мешаю сосредоточиться, потому что я его несколько раз перебиваю вопросами, которые у меня такой недостаток. Вот то, что мне непонятно, я сразу спрашиваю. Я не жду, пока человек закончит свой монолог, потому что я не знаю, когда он его закончит. И тогда вопрос у меня остается в повисшей воздухе, и я уже больше ничего не понимаю. И поэтому я перебиваю. Я сразу хочу понять, чтобы дальше вместе мыслить. А Аршенов у нас уравновешенный. Поэтому главный специалист Института философии. Спасибо. Но это потому, что ты меня не можешь со своими перебивками. И есть люди, которые все-таки меня раздражают, но у тебя уникальные качества. Слушай, у тебя тембр, так сказать, у тебя твои покачивания и так далее, и так далее. В общем-то создают такое пространство. А я тебе скажу еще, потому что я по-человечески люблю тебя. Я хочу всем объявить, что любовь, любовь, это не эмоциональная только вещь. Потому что люди часто путаются в слове «любовь». Они думают, когда любить ближнего, это значит, я же его не люблю, я раздражаюсь, допустим, кем-то. Это не эмоциональная, это не эмоциональная категория. Любовь к ближнему – это другое, это другое. Это человеческая любовь. Вот об этом мы потом поговорим. Что значит сохранить себе человека в точке бифуркации, вот в этой неопределенности. Потому что именно сохраняя в себе человечность, человечество выживет. Потому что, если оно не сохранит себе человечность, оно будет покорено, как раз таки станет исполнителем, потребителем бездумным и бездушным, которым можно управлять как угодно, сокращать количество людей там, делать то, что мы хотим, потому что очень много психопатов появляется. Тем более интернет – такая штука, что хочешь, что и делай. Если ты активный, вот я заметил, кто у нас в интернете, что бы он ни говорил, кто у нас в интернете, пробивается, пробивается. Активное постоянство, которое неодолимо, несмотря ни на что, продолжает, 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 и в конце концов он перепидывает всех. Вот оно, что в чем дело. Очень много тонкостей, о которых мы потом можем еще и поговорить. Ну, хорошо. Спасибо тебе, Володя. Спасибо, спасибо, да. Скажи мне, пожалуйста, ты сможешь найти время, мы еще потом поговорим, да? Да, с удовольствием, с удовольствием. Я постараюсь, да. А ты знаешь, сколько сейчас будут недовольных тем, что я сказал, что мыслу нельзя облака разгонять? Слушай, я тебе, значит, насчет этого. Как, можно тогда еще пару минут? Да, товарищ. Я тебе скажу по поводу, как, значит, вот, что, значит, наблюдение создает реальность. Наблюдение измеряется. Я, как к вам, приведу пример Уиллера. Значит, вот, был такой великий, значит, учитель Фейнмана и так далее, и так далее. Значит, он придумал, значит, что такое измерение, значит, измерение наблюдения. Измерение наблюдения, вот, ты это утонг, это то же самое, что и игра в да-нет. Задавание. Я задаю вопрос и получаю ответ. Значит, вот, игра такая, игра в да-нет, игра Баркова. Значит, он говорит, вот, значит, две, приводит две ситуации. Одна, как классическая, значит, люди загадывают какой-то предмет. Ну, допустим, тоже облако. Вот облако твое, да? Значит, и ну, они договорились, загадали. Вот, значит, отгадчик, но он в это время может присутствовать, не присутствовать в комнате. Потом он заходит и начинает спрашивать. Значит, ребята, вот, ну, что, он должен угадать. Что они задумали. Что они задумали, да-да-да-да. Задавая вопросы. Да. Значит, то, что вы задумали, это живое, неживое, ну, и так далее. Круглое, не круглое, они говорят, нет-нет, или да-да-да, ну, и так далее, и так далее. Так вот, там, значит, показано, что примерно за 20 вопросов можно угадать. Ну, значит, отгадать, вот, как поймать льва в пустыне. Так вот, смотри. Так это же идеомоторика, по которой, собственно говоря, предметы в зале находят, в большом зале у людей, где спрятаны предметы и так далее. По идеомоторным ответам. Так, так вот, так, вот, слушай внимательно, значит. Это классический, когда предмет задан и так далее, и его надо найти. Да. А, значит, тут вот Уиллер, говорит, однажды, я, говорит, тоже вот так вышел, чувствую какой-то подвох. Оказывается, они ничего не загадали. Ничего. Да-да-да-да. И он начал задавать вопросы, и потом, да, но игра по-честному, значит, следующие ответы на вопросы не должны быть против... Если уже сказали, что это предмет, что он не живой, значит, ну, уже все, значит, так вот. Так вот, через какое-то время, значит, он говорит, все равно игра это кончается тем, что, значит, незадуманный предмет, он как бы создается этими вопросами. Понимаешь? Потрясающе. Вот это потрясающе. Это очень интересно. Слушай, это с тобой так интересно разговаривать. Ой, Володя, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, дорогой. По связи. Я надеюсь, что мы через денечек прямо уже... Давай, давай, давай. Спасибо. Спасибо тебе. Друзья, пишите комменты, задавайте Владимиру Ивановичу Аршинову вопросы, пишите там эти вопросы, он с удовольствием вам ответит. До встречи, друзья. Спасибо.